МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Люберецкого районного телевидения. В студии Елена Михайлова и в начале выпуска коротко об основных его темах. Почему пахнет фенолом? После многочисленных жалоб жителей, территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Московской области взял пробы воздуха в поселке Томилино и пробы грунта на предприятии «Виватранс». Если они нарушают какие-то правила договоренности, все расторгается, и будьте здоровы! Юбилей легенды отечественного авиапрома. В честь 50-летия Ми-8 на территории Московского вертолетного завода имени Миля открылся памятник знаменитому винтокрылому юбиляру. У нас успехи были, есть и должны быть обязательно. Владиславу Волкову посвящается. В Люберцах на стадионе «Искра» прошел 40-й турнир по футболу, посвященный памяти летчика-космонавта. Футбол молодеет, много ребят занимается этим. Не секрет, конечно же, любимым видом спорта. А теперь обо всем этом более подробно. Итоги минувшей недели подвели по традиции в администрации Либерецкого района. Руководители предприятий и службы, а также главы городских поселений рассказали о проделанной работе, обсудили актуальные вопросы и поделились планами на будущее. В продолжение темы наш следующий сюжет. 80 преступлений было зарегистрировано на прошлой неделе на территории Люберецкого района. 46 из них были раскрыты по горячим следам. Представители полиции заострили свой доклад на участившихся кражах личного имущества граждан. Их произошло более 50. Хотелось бы обратить внимание, что участились и продолжаются кражи на территории в зоне пребывания массового пребывания граждан, в зоне отдыха. Поэтому еще раз обратить внимание, вот всех, кто отдыхает, что очень много краж личного имущества происходит. Пять раз по сигналу тревоги выезжали люберецкие огнеборцы на прошлой неделе на тушение пожаров. В частности, возгорание пристройки к складу произошло на территории Института горного отдела, что на Октябрьском проспекте. В ходе ликвидации огненной стихии выяснилось, что горят тюки с неизвестным веществом. При взаимодействии с водой они вспыхнули с еще большей силой. По всей видимости, примеси были то ли щелочных, то ли щелочноземельных металлов, которые явно реагируют с водой. Проходили микровзрывы в данных тюках. Тюки были приблизительно по тонне довольно-таки крупные. И в результате тушения пострадал у нас пожарный, помощный начальник КРО 25 пожарной части. Скорой помощью был доставлен к Росковскую больницу, отравление продуктами горения. Временных работ ковшом бульдозера был поврежден силовой кабель на территории 7-8 микрорайона города Люберцы. Без электричества осталось 6 жилых домов. Аварию устранили в кратчайшие сроки. В выходной день люди дома, мы им не объясним, что там есть какие-то разгрядяи, не до конца соблюдают технику безопасности, руд, кабеля. А люди дома готовят, смотрят телевизор, кто-то сидит в компьютере и остается без электроэнергии. Понятно, там идет вал возмущений. Значит, Игорь Валерьевич, эту тему надо узаконить. В ходе совещания выяснилось, что это не единичный случай, когда происходит повреждение кабеля. Глава района и города Владимир Ружицкий дал поручение отныне все земляные работы производить только в присутствии работников Люберецкой электросети. Не менее острую проблему озвучил начальник административно-технической инспекции Иосиф Сновский. Его подчиненные проверили 260 детских площадок на территории города и пришли к неутешительному выводу, что половина из них не соответствует нормам и порой представляет угрозу для здоровья юных люберчан. Везде на каждой второй детской площадке имеются поломанные элементы, заусенцы и все остальные. Выданы, всем выданы предписания. Порядка 150 предписаний выданы. На сегодняшний день исполнилось только 25. Значит, если предписание было выдано для того, чтобы активизировать, я хочу просто еще проинформировать, что за каждое нарушение сумма штрафа и неисполнение предписания до 10 тысяч. Вот приблизительно сразу. Только на одних детских площадках около миллиона штрафа. Глава района и города Владимир Ружицкий дал поручение руководителям управляющих компаний устранить замечания в кратчайшие сроки. Елена Михайлова, Алексей Адамов, Александр Карев, Сергей Балихин, Плиберецкое районное телевидение. Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Московской области провел отбор проб атмосферного воздуха в 8 точках в районе жилой застройки поселка Томилино в дневное и ночное время. А также взял пробы грунта на территории коммерческого предприятия «Виватранс». Причиной для исследования послужили многочисленные жалобы местных жителей на присутствие в воздухе запаха фенола. Экологическую тему обсудили и на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в Либерецкой администрации. Подробности у нашего корреспондента. По мнению томилинцев, неприятный и удушливый запах розоветров приносит со стороны поселка Красково, где расположены угодья коммерческого предприятия «Виватранс». Согласно документам, фирма занимается рекультивацией грунта. Проще говоря, складирует в неограниченных количествах отходы сомнительного происхождения на огромном земельном участке. Предприятие проверили, взяли пробы почвы и воздуха на содержание фенола, дегидросульфита и аммиака. Мы провели непосредственно замеры на территориях предприятия, где завозились грунты. Все замеры атмосферного воздуха в пределах допустимой концентрации. Вместе с тем, по словам главы Томилина Игоря Дворникова, зараженную землю на полигон завозят с бывшего Кусковского химкомбината. На его территории растет новый жилой микрорайон Большое Кусково. А вот почву, пропитанную фенолом под покровом темноты, складируют на территории фирмы «Виватранс». Хотя по документам предприятие является полигоном для отходов со строек Москвы. Надо срочно расторгнуть все договора по поводу вывоза этих обходов с Кусковского химического завода. То предприятие, которое вывозило эти отходы, то есть «Виватранс», должна срочно навести порядок в тех местах, где проводилось это складирование. На комиссии по чрезвычайным ситуациям глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ружицкий дал поручение осуществить полную проверку деятельности компании «Виватранс», в том числе и с привлечением органов полиции. Мы не собираемся никого лечить, воспитывать. Нам это не надо. Если они нарушают какие-то правила договоренности, все расторгается и будьте здоровы. На комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение обратиться в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области с просьбой создания системы контроля за вывозом грунтов и строительных отходов на территорию Подмосковья. Поручение не пропускать транспорт с загрязненным грунтом дано и Люберецким полицейским. Поручить УВД Люберецкой организовать патрулирование территории городских поселений Красково-Люберца в дневное и ночное время по предотвращению завоза загрязненных грунтов. Руководителям предприятия «Жилдортехника» «Виватранс» «Гарант» продолжить проведение мониторинга за состоянием атмосферного воздуха почвы. Также на комиссии было предложено закупить передвижную станцию для контроля атмосферного воздуха на территории Люберецкого района. Ольга Чуканова, Алексей Адамов, Геннадий Яковлев, Люберецкое районное телевидение. Легенда отечественного авиапрома вертолет Ми-8 отметил полувековой юбилей. 2 августа 1962 года опытный образец этой машины впервые оторвался от земли. В честь этого события в городском поселении Томилино на территории Московского вертолетного завода имени Миля открылся памятник знаменитому винтокрылому юбиляру. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Вертолет Ми-8 не просто юбиляр, а первоклассная многофункциональная винтокрылая машина. Один из самых успешных коммерческих продуктов российского вертолетостроения. Об этом говорят цифры. В течение полувека с советскими, а потом и российскими конструкторами было разработано более 130 модификаций гражданского и военного назначения вертолета Ми-8. Всего же за прошедшие 5 десятилетий было произведено более 13 тысяч машин этого типа, которые эксплуатируются в более чем в 100 странах мира. Хотелось бы, чтобы она была не просто символом колоссального успеха в прошлом отечественной вертолестроении, но и служила для наших создателей, для наших творцов, которые в этом здании работают, неким напоминанием о том, что у нас успехи были, есть и должны быть обязательно. Не просто символом, но и звала к новым победам. Вертолеты семейства Ми-8 видели многие локальные конфликты, спасали тысячи человеческих жизней. Они переносили суровые морозы и катастрофическую жару, тропические дожди и пыль пустынь. Восьмерки поднимались высоко в горы и летали на предельно малых высотах, приземлялись в труднодоступных местах, базировались вне аэродромов при минимальном техническом обслуживании. Ее любят и пилоты, и штурманы, ее любят в вооруженных силах многих стран, ее любят эксплуатанты за ее надежность, неприхотливость, за ее безотказность. В критических ситуациях это последняя надежда воинов, когда больше надеяться не на что. Но основное ее назначение – это вертолет мира, это выполнение транспортных операций поисково-спасательных во всех уголках мира. И этот вертолет, вы знаете, побывал и на Северном полюсе, и на Южном, и на вершинах Кавказа. И, пожалуй, нет такой точки в мире, где эта машина не могла бы достойно эксплуатироваться. Об успехе вертолетов типа Ми-8 говорит и тот факт, что его производители Улан-Уденский и Казанский вертолетные заводы стабильно обеспечены заказами на производство этих машин на два года вперед. Причем работы по совершенствованию Ми-8 продолжаются ежегодно. Все, что мы сегодня наблюдали, это как бы есть некая база, некий толчок в настоящем от прошлого. Возможно, это даст шанс для того, чтобы вертолетостроение в России было на самом деле первым в мире. Созданный в середине прошлого века вертолет Ми-8 и сегодня, по мнению специалистов, является одним из наиболее успешных и эффективных вертолетов в своем классе. Еще многие десятилетия он будет востребован и конкурентоспособен на мировом рынке. Не случайно на стеле, установленной рядом с памятником Ми-8, выбиты слова. Золотое сечение мирового вертолетостроения. Лилия Хайрулина, Алексей Адамов, Сергей Балихин, Люберецкое районное телевидение. Вы смотрите новость Люберецкого районного телевидения. Мы вернемся в студию после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Этот лес рос 250 лет. За два часа он выгорел полностью. Не оставляйте без присмотра костры. Не бросайте незатушенные окурки. Не жгите мусор и траву. Мы должны защитить лес от беды. При пожаре звоните в Единую службу спасения по телефону 01. Мобильная связь 112. Каждый понедельник, вторник, четверг и пятницу в эфире Люберецкого районного телевидения смотрите программу «Открытый диалог». К нам в студию приходят общественные и политические деятели, чтобы рассказать о наиболее важных проектах и программах, реализуемых в районе. Смотрите Люберецкое районное телевидение. Смотрите Люберецкое районное телевидение. Всем, всем гражданам этой планеты рекомендовано смотреть телевидение Люберецкого района. Самое лучшее в мире. Вы смотрите новости Люберецкого районного телевидения. В редакции газеты «Либерецкая панорама» прошел кустовый семинар руководителей средств массовой информации Московской области. Участником встречи стала и наша съемочная группа. Открывая семинар, Валерий Васильевич отметил хороший уровень главного печатного органа города Люберцы, номер которого он успел посмотреть накануне. Кроме того, он ознакомился и с сайтом газеты, которым остался доволен и призвал руководителей печатных изданий обратить на интернет-сообщество особое внимание. Необходимость создания сайтов печатных изданий продиктована большим количеством читателей, предпочитающих получать информацию в сети. Одна из наших целей, чтобы у каждой газеты был свой, живой, абсолютно активный, не сделанный по шаблону. По шаблону он сделан технически, но дизайнерски, но со своим лицом, со своей спецификой, со своей тематикой и так далее. Также в рамках семинара обсуждались вопросы привлечения аудитории к местным СМИ, распространения важной региональной информации и, конечно же, вопросы оплаты труда представителей органов печати Московской области. Я надеюсь, что нам удастся изменить, немножечко повысить, я бы сказал, не повысить зарплату. Мы это сформулировали в нашем письме губернатору, как индексация зарплаты, потому что последние пять лет она вообще не производилась, и мы об этом написали. Получается, где-то в среднем на 30% отстали. Мы в связи с инфляцией отстали, соответственно, от зарплат чиновников или работников бюджетной сферы. Кроме того, поднималась актуальная для всех руководителей печатных средств массовой информации тема оплаты продукции в типографиях. Валерий Яков пообещал решить этот насущный вопрос путем переговоров с директорами подобных организаций с целью приблизить цены на печать тиражей к рыночным. Михаил Мадро, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Райский уголок или место конфликта. Благодаря инициативе Галины Константиновны Колиной в Люберцах на улице электрификации появился красивый полисадник. Женщина целыми днями проводила свое время во дворе для того, чтобы возле дома с весны до осени цвели гиацинты и лютики, ирисы и ромашки, георгины и хризантемы. Но с некоторого времени из-за полисадника начались конфликты. В ситуации разбиралась Лилия Хайрулина. Конфликт возник практически на пустом месте. Прогуливаясь июньским днём вблизи своего дома, Анастасия Селяева вместе с Ириной Сарыковой попросили местных ребятишек не бегать по полисаднику и не портить высаженные цветы и кустарники. И обычное замечание послужило поводом для вражды некогда мирных соседей. Пошли к ней, посмотрели жасмин, обошли так дом, возвращаемся назад, а эти мальчики, на которых она жалуется, по кустам идут, не просто так вот проходят, а вдоль, прям, цельнонаправленно топчут. Но я на них закричала, что ж вы делаете, да? А она говорит, ой, на них нельзя замечание делать, сейчас что будет, что будет. На работу в любимом саду Галина Колина тратит всё своё время. И не случайно это место полюбили жители близлежащих домов, которые приходят сюда, чтобы полюбоваться цветами. Но после этого инцидента с детьми обиженные родители подли на неё в суд. По крайней мере, ей об этом сообщил участковый. Из-за чего это, Люберчанка до сих пор понять не может. Это вот, как вам сказать, охота на волков. Я не понимаю, почему они на стариков так ополчились. Вот, вы знаете, мне непонятно, с какой целью, для чего травмировать стариков. Масло в огонь подлила публикация в газете «Люберецкая панорама». Теперь виноватой в этой истории стала инвалид первой группы Ирины Сарыковым, которая якобы грубо обращалась с детьми, делала им замечание. Обиженные мальчишки привели с собой тяжёлую артиллерию. В их строю были не только бабушки, но и корреспонденты с телеканала «РЕН-ТВ», которые, по словам женщин, вели себя довольно агрессивно. На меня набросились. Потом меня положили. Я говорю, в больницу я, знаешь, ухожу. На один день я отпросилась. Перехожу, Наташа Зазоря мне, соседи сказали, все кусты меня скосило. Целый участок. Одним словом, сначала не поделили участок земли с цветами. Затем, по версии корреспондентов телеканала «РЕН-ТВ», вышло и вовсе новое обвинение. Мол, Галина Константиновна возле дома выращивает коноплю. А её подруги тем временем нецензурно выражаются в адрес несовершеннолетних ребят. Вот, а потом уже мы пошли к нашему главе. Ну, кто ещё за нас заступится, за стариков, которым по 83 года во время войны работали. Благодарность ото всех получаем. И от президента, и от Ружицкого. Ото всех, ну, почему им не живётся? Виноватых в этой истории с каждым разом становится больше. А разобраться, кто из них прав, становится сложнее. Ведь пока что на защиту ветеранов, создавших возле дома маленький сквер. В 65-летие победы никто из общественных организаций района не встал. Наоборот, на них подали в суд. Лилия Хайрулина, Виталий Лукьянов, Люберецкое районное телевидение. В Люберцах на стадионе «Искра» прошёл 40-й турнир по футболу, посвящённый памяти лётчика-космонавта Владислава Волкова. В соревнованиях приняли участие 6 команд из разных городов Московской области, а также хозяева поля, игроки футбольного клуба «Звезда». Как спортсмены боролись за право выступить на областном турнире, наблюдал наш корреспондент. Перед игрой, как и полагается, команды выслушали замечания своих тренеров, которые настраивали спортсменов только на победу. Необходимый инструктаж, та невидимая зрителям часть игры, которая во многих случаях и является залогом успеха на поле. Что же касается выработки стратегии и поведения команды во время матчей, то эта миссия лежит на плечах их наставников, которые знают все тонкости и преимущества своих игроков. Хотел сказать то, что всё-таки футбол молодеет. Много ребят занимается этим, не секрет, конечно же, любимым видом спорта. И радостно то, что тренеры обращают внимание на этих ребят и выводят их дальше. Несмотря на небольшое количество команд, принявших участие в турнире и отсутствие зрителей, матчи были острыми и захватывающими. Спортсмены не жалели сил и показали отличную игру. В числе лидеров оказалась и команда Люберецкого футбольного клуба «Звезда». Поэтому после четверти финала игроки команды высоко отзывались о профессиональных качествах своих соперников из города Котельники. Они больше владеют мячом, чем мы, сильные нападающие. Повезло, что, конечно, мы забили первые. И они не реализовали свои моменты. Но мы сегодня бились. Несмотря на большое количество проводимых соревнований, а их только за прошлый год было 530, Люберецкая спортивная школа «Звезда» испытывает и финансовые трудности, которые связаны с созданием приемлемых условий как для спортсменов, так и для гостей, посещающих спортивные мероприятия. Нет у нас материальной базы. Будем работать над этой темой. И я думаю, что у нас все получится. Потому что есть желание сделать материальную базу для футбола в Люберцах. Потому что когда-то Люберцы блистали футболом. Было какое-то затище. Футбол опять возвращается в Люберцы. Но теперь задача, так сказать, сильных мира всего, все-таки обратить на это внимание и сделать так, чтобы было во всяком случае комфортно. В соревновании завершились победой команды из подмосковной Балашихи, которая обыграла в полуфинале Люберецкую звезду и спортсменов из Королева. И завоевала первое место. Ольга Чуканова, Михаил Мадро, Александр Карев. Люберецкое районное телевидение. И на этом наш выпуск завершен. Через минуту на нашем канале программа «Открытый диалог». Гость в студии Валентина Борисовна Отрепьева, заведующая отделом по делам семьи и детей Управления социальной защиты населения Люберецкого района. Далее смотрите рубрику «Мастер-класс». В ней речь пойдет об искусстве фотографий. И обращаем ваше внимание на то, что в четверг, 9 августа, на нашем канале состоится прямой эфир с главой Люберецкого района и города Люберцы Владимиром Ружицким. Свои вопросы вы можете задавать заранее по телефонам редакции 8-498-642-1950 и 8-498-642-1952. А также оставлять их на нашем сайте www.3wlrt.tv, где вы также можете посмотреть выпуски всех наших программ. В студии была Елена Михайлова. Всего вам доброго и до встречи.